будет фейсбук инстаграм телеграм и youtube пока у нас не хватает инстаграма ждем канал связи что кто-то пожертвует на этот канал и будет прямо вы постоянно будете знать что урок тура в инстаграме идет по вашему по вашему телефону и нам как раз нужно выключение телефон значит все поехали так отлично отлично и с божьей помощью начинаем 13 урок из цикла увеличиваем радость увеличиваем радость вот я как раз каждый раз удивляюсь насколько всевышний он дает в нужный момент нужные ответы вот у меня лично был запрос то есть я могу сказать что сегодняшний урок вот я утром готовлюсь к уроку обычно утром изучаю и сегодняшний урок ответ на как раз мой запрос значит напоминаю что мы изучаем как увеличивать радость и вначале автор этой книги по системе раби нахмана но автор это зовут рон вагер вагер он современный брестовский хасид живет в израиле преподает на иврите тору проводит занятия лекции но на иврите все выпустил книгу вот такую хорошую и я в магазин зашел спросил дать что-то именно как увеличивает радость практическая не теоретическая практическая и мне посоветовали эту книгу значит он вначале приводит очень это умный подход такой приводит то что человека лишает радость он начали нам объяснил важность радости то есть радость она ну понятное дело что она улучшает качество жизни невероятно поэтому тот кто радуется жизни умеет радоваться то конечно он причем эта радость она твоя ты ее создал это не радость что те кто-то там дал что-то до конфетку и ты такого порадовался нет конфетки ты не рад здесь радость которую ты создаешь изнутри второе он доказал нам что радость она улучшает здоровье отношения все сферы жизни то есть радость очень важная вещь также как и счастье и значит третье что нам объяснил что по сути внутри мы все уже радостные то есть всевышний так как на соединении со всевышним пробуждается вот эта симха радость уверенность спокойствие и симка это такая постоянно фон фоновая внутренняя радость то это он доказал значит зачем нужна радость теперь мы выполняем с вами заповедь увеличивайте в радости в шелхонорохе написано что месяца дар увеличиваем радости и начал по системе есть такая система преподавания в начале когда мы ставим себе цель система даже не преподавания планирования из такая система мы смотрим что нам может помешать эту цель достигнуть и дальше мы будем преодолевать все эти препятствия вот он нам привел уже семь препятствий мы уже изучили и сегодня восьмое препятствия семь повторения семь препятствий которые мы изучили коротко первое физиология человека она склоняет его к страху тревоги и к негативу рептильный мозг мозга плекопитающего поэтому если зависность туда падаешь автоматически сравнение с другими людьми мозг находит что у соседа трава зеленее опять же убирает радость случае нарушения планов когда рушатся планы человека то он естественно из-за этого может раздражаться и впадать в негатив это третий барьер нарушение планов 4 барьер ощущение себя жертвой и идея что я не могу ничего поменять и моя радость зависит от других моё счастье зависит от других и все зависит от других и у меня нет выбора это четвертый барьер ощущение себя жертвой обстоятельств они причиной пятый барьер кому ты веришь то есть есть люди которые верят что мир опасный веришь мир плохой люди плохие верят что все будет плохо верят сми верят негативщикам письмистам и так далее значит пятый барьер это когда ты попадаешь под влияние негативных или убеждений внутри себя или мнение других людей или сми то это пятый барьер который убирает радость 6 барьер называется сжатие любое сжатие болезни работа семья банк нехватка денег показывает что на небе есть какие-то суды на человека и это сжатие она забирает радость чек это чувствует и значит называется это сжатие ощущение сжатия она забирает радость и 7 ранняя старость мы вчера как раз изучали раннюю старость что человек может и в 30 лет и в 20 лет стать уже старым таким вот хватит радоваться мол жизни война джунгли там и так далее кто-то в это поверил и перестал двигаться то естественно ему станет поэтому и плохо теперь 7 сегодня у нас 8 8 барьер и 8 барьер прямо четко ответил на мой запрос я после даже после всех уроков там наших которые были 120 уроков благодарности вот мы уже 13 урок радости вчера меня выбило в некоторая ситуация меня выбило из состояния радости берем отследил это то есть прямо у меня очень упало настроение и вот сегодня я открываю пишет автор книги 10 8 барьер он пишет так лоли это не заниматься тем что не связано с тобой не заниматься тем что с тобой не связано значит когда он начинается случая он как-то приехал проводить лекцию и одна женщина говорит я не могу радоваться не могу видеть позитиве я все время думаю о других о проблемах других людей о том как они будут и так далее то есть все мое внимание она зациклена на других людях и поэтому я все время в беспокойстве в планете то есть у меня вообще нету никакого никакой радости в жизни это он рассказывает случай и значит а она говорит я все всеми абсессии значит есть такое слово наибриде абсессии это английское слово так слышно меня или нет это вижу что что-то здесь прервала слышно думаю да видно был какой-то сбой связи значит есть люди которые маниакально просто они привязаны своим вниманием к другим людям и эта женщина была из их числа теперь когда человек он все время находится вовне а большинство людей негативные большинство людей они не выполняют наши задания правила они живут на своей волне кто-то вообще там то человек он все время он находится своим вниманием ситуация которую он абсолютно не управляет и он говорит такую вещь что нужно снаружи то есть и убрать свое внимание из-за из внешнего мира и направить внимание на себя то есть барьером который забирает радость является привычка направлять свое внимание на других людей а не на себя он здесь приводит значит дальше он говорит что тем более сейчас когда мы живем во время когда новости интернет соцсети ты все время находишься в связи с другими людьми то развилась такая болезнь прям реально это сейчас стало болезнью как как наркомана который есть привязанность привыкания к наркотикам также люди не могут уже без телефонов без соцсетей если у них забрать телефон смартфон со соцсетями у человека начинает прямо он болеет то есть реально у него ломка начинается и он говорит получается что тот кто все время занимается своим вниманием он прикован к другим людям а так как другие люди не находятся под контролем человека то он получается это забирает у человека внутреннюю радость почему потому что в то время когда я не занимаюсь собой то все у меня внутри оно приходит в упадок и в негодность то чека нет не хватает на все времени и внимания если отдал внимание кому-то да я просидел два часа в соцсетях а он говорит что часто есть исследования что в среднем человек нам например в этом в мире да в среднем проводится соцсетях 4 часа в день можете себе представить 4 часа в день он забирает у себя это не те кто делают контент соцсетях а это те которые его просто смотрят то есть четыре часа человек забрал внимание от себя от своей жизни и направил на других или в это время мозг сравнивает так как показывают все обычно или ужас уже конец но такие что ты эти ужасы переживаешь как свои или показывают радости на радости ты переживаешь как чужие и думаю что у меня та жизнь безрадостная в общем эти четыре часа очень сильно убирают у человека и вот его радость и он говорит что если значит человек смотрит новости то практически гарантированно у него разовьется харада тревога внутри потому что они специально нагнетают тревогу и все события которые ты видишь ты как будто бы их переживаешь раньше человек видел смерть только на войне там и но и на каких-то очень редко сейчас он видит смерть по 10 раз в день хотя он не соприкасается с этой смертью но новости всегда прокручивают десятки раз в день все все события теракты там убийства и так далее хотя это убийство оно может быть одно на миллион но видит этот миллион это убийство своими глазами и для людей он в день видит тот кто смотрит новости больше убийств значит чем вообще положено ему было увидеть за всю жизнь потому что если бы он не смотрел новости не бы смит он бы вообще ну кто тому что-то сказал но он бы это не увидел она бы не впечаталась его систему дальше он приводит историю которую рассказывал его учитель раби нахман который похоронен в умане и раби махман там есть у него такая история называется история про умника и простака этот простак в этой история он работал сапожником он был простой сапожник и он был простак у него не получалось какие-то супер там ботинки да но он делал этот ботинок старательно отдел и у него выходил ботинок такой немного треугольный и он набрал этот ботинок в руку и говорил это прямо история раби нахмана так она рассказывала говорил значит налюбовался и говорил жене своей жена посмотри насколько прекрасный и чудесный этот ботинок которая сделал насколько он моток сладкий такой ботинок это да прям вообще смотрю любую сниму насколько это ботинок он прямо медовый и сахарный этот ботинок жена его спрашивает но если так она ему говорит а почему это другие сапожники продают его за три золотых а ты продаешь за полтора он не отвечает а мне какая разница какая мне разница это их дела а это за масса шло он говорит это дело его а это дело шили а это дело мое он говорит а еще зачем нам говорить про других сказал ей вот этот важный ответ зачем нам говорить про других давай будем думать сколько я лично зарабатываю с этого ботинка например кожа стоит столько нитки стоят столько это стоит столько и значит в итоге говорит я зарабатываю с него 10 там каких-то монет и какая мне разница сколько зарабатывает другие я зарабатываю зарабатывают и наполнялся он только радостью и ликованием всегда то есть он всегда радовался своему делу был он радостный это как раз меня вчера то что выбило в там другие люди начали мне рассказывать как там кто кто сколько зарабатывает делает то ну там даже не то же самое что я но берет в 10 раз больше денег то все ну то есть и сразу как бы ты думаешь что ж такое ощущаешь себя не очень хорошо а какая разница я же не знаю что у них творится в жизни в здоровье в семьях не знаю что с этими деньгами там они в радость не в радость потому что человеку не важно сколько у него есть важно сколько богатый тот то рад своего делу и мне слава богу хватает но вот здесь он как раз приводит эту историю что когда человек начинает думать про других то он уходит от себя и он дальше пишет что вот это вот эта фраза что это дело его а это дело моё вы уже встречали во втором барьере сравнивать то есть не надо себя ни с кем сравнивать это очень такая неправильная привычка но здесь важны и другое предложение здесь важно в этой истории предложение зачем нам говорить о других зачем нам говорить о других дальше он говорит что в принципе значит чем меньше человек уделяет внимание размышлениям что другие сказали сделали и так далее тем тем лучше для него самого у него больше времени остается для того чтобы что-то менять в себе своей жизни улучшать своей жизни и больше больше делать и значит он дальше приводит пример как а вот эти сравнения разрушают семьи значит когда когда начинают разговаривать вот там в той семье муж делает так а жена делает так а дети делают так и так далее это очень вредно влияет на атмосферу в семье и он говорит здесь про свою семью он говорит вот у нас в доме есть такой обычай если кто-то начинает рассказывать что-то про кого-то другого то у нас есть такое обычай спросить его а что с тобой как ты маша маш лом хай то есть какой что с тобой лучше расскажи что с тобой происходит как у тебя дела какие твои планы что ты собираешься делать и так далее то есть очень вот так вот он говорит мы всегда переключаем внимание это всегда возвращает нас на к разговору единственно здоровому и важному значит который создает настоящую ощущение настоящего настоящей связи между людьми это разговора о себе о себе что с тобой да да значит есть известная история про рабе любавческого рэба мне очень эта история прямо она порадовала потому что я когда-то на тренинге эту тему проводил но я не знал что эта тема с ней как бы мне есть обоснование история значит история которую про любавческого рэба пришел к нему однажды за благословением папа с сыном и и сына он рассказал рабе что он болельщик бейсбольной команды и значит и говорит я очень расстроен что моя команда проиграла какую-то игру очень важную игру и рабе ему дал совет что в жизни не надо быть болельщиком а надо быть игроком и болельщик всегда он может критиковать команду и он например или радоваться когда она победит или расстраиваться когда она проиграет но это все он живет чужой жизнью нет у него никакого влияния на то что происходит на площадке и лучше быть игроком чем быть болельщиком то есть лучше заниматься собой своей жизнью принимать решения двигаться учиться то есть действовать и дальше значит то он говорит что главное для чека его игра это реализовать свой потенциал и свой талант который в него заложил всевышний теперь ну то есть он говорит что это самая главная игра человека в жизни в которой только он может может победить до победить выиграть заниматься то есть если человек с собой не занимается то им никто не будет заниматься если человек занимается другими даже вот сейчас здесь в возник у меня сразу возник вопрос про воспитание детей да а что детей не надо воспитывать здесь я вспомнил сразу ответ что воспитывайте себя потому что вы пример для своих детей и когда человек занимается родитель занимается очень сильно развитием себя и в том числе как родитель потому что большинство родителей не прочитали ни одну книгу о том как воспитывать детей они воспитание детей у них заключается в том что они детей значит критикуют и контролируют но это не называется воспитание детей и возможно лучше было бы лучше было бы чтобы человек занимался собой своим развитием опять же примеры эти же уроки тора веселый родитель радостный родитель он для ребенка пример благодарный родитель который того же ребенка благодарит спокойный родитель родитель который учится это это как раз является ответом на вопрос что как куда уделять большинство своего внимания теперь а дальше когда человек больше занимается собой у него раскрывается большее поле для деятельности и он может исправить и он может может очень многое изменить своей жизни значит хорошо дальше он здесь пишет очень интересная тоже вещь в общем в любом случае в большинстве случаев он пишет когда чек занимается другими людьми он ничего не может там изменить потому что даже когда человек хочет сделать себе что-то изменить себе ему очень тяжело когда чек хочет что-то изменить другом а другой этого не хочет то это практически невозможно то есть это возникает здесь огромное сопротивление а если я хочу изменить что-то в другой стране про которую я смотрю новости которые они имеют отношения если я хочу что-то изменить войне которая я лично сидя и смотря новости никак не участвую то это полностью время которое уходит время энергия силы которая уходит в пустоту дальше он говорит еще есть одна очень важная вещь когда человек казалось бы он занимается собой но по факту он в этот момент собой не занимается и на это уходит еще больше времени у многих людей это когда он внутри занимается тем что люди другие говорят или думают о нем вот это для меня было прям поставил пять восклицательных знаков это очень интересное такое наблюдение такое прям очень яркая идея смотрите значит когда человек думает что про него сказали то в этот момент он впускает как будто бы другого человека в себя и тратит свою энергию силу на то чтобы переварить какой-то там обычно о чем люди думают если кто-то мне сказал что я молодец красавчик все тогда я тогда я могу хотя бы понять зачем я об этом думаю мне приятно я получаю от этого радость но большинстве случаев люди тратят время думая о том что другие сделали им плохо как другие сказали о них плохо получается человек сказал какой-то дурак да вот я например совершенно не обижаюсь на комментарии сумасшедших да которые негативные комментарии а значит если появляется какой-то негативный комментарий я просто блокирую и все то есть зачем мне думать вникать и так далее то есть блокирую все теперь а но если этот комментарий вошел меня если это слова близких каких-то да людей или еще что то то человек может часами переваривать и усиливать негативный сигнал который может его и не было может человек не имел это в виду мало ли что было не было то есть люди умножают умножают негатив который получают от других и носят его как какую-то внутри себя драгоценность тратя на это силы время энергию нервы там и свою жизнь значит и он пишет дальше чем больше мы митя хасим то есть чем больше мы уделяем внимание тому что думают внешние люди о нас и чем больше мы вообще зависимы от внимания от мышления от поведения внешних людей тем хуже это забирает радость и он говорит всегда надо помнить вот эту вот фразу которую Раби Нахман сказал в этом рассказе это дело его а это дело мое и какая мне разница что думают и говорят другие это дело его значит есть люди негативщики есть люди сумасшедшие есть люди пессимисты скептики циники и так далее значит сексисты таксисты значит все и все прочие наист заканчивающиеся и он говорит что что в конце концов нужно понять что мое счастье оно не не привязано никакому другому человеку кроме меня и чем глубже ты вот в эту мысль вникнешь то есть у людей есть то что называется мэрвуд у них есть связанность смешанность такая соединенность эмоциональная с другими людьми и это очень на нас влияет но так как большинство людей не ходят на эти уроки они не поставили себе цель стать счастливыми стать добрыми стать веселыми стать радостными большинство людей они таких целей себе не ставят и можно прям конкретно вы можете ходить вот так вот и замерять уровень негатива людей вокруг себя если вы по день походите с тетрадочкой и по десятибальной шкале понаблюдаете окажется то что вокруг больше негативщиков и получается что как только человек он связан с ними соединен эмоционально с этими людьми зависит от них то у него получается нету шансов стать счастливым потому что они будут всегда забирать его счастье поэтому значит нужно понять что чем больше они чем больше я строю свой внутренний дом да внутренний дом внутреннее пространство чем больше я работаю над внутренней радостью меня своей без связи с другими то есть надо строить свой внутренний мир максимально автономным от других людей чтобы ни в плюс ни в минус эти люди не могли на вас влиять значит без связи с другими и будет мне намного легче значит справляться с вот этой вот разболтанностью в общество которое меня окружает потому что если человек зависим от мнения окружающих а окружающие не находятся под вашим контролем и окружающие вдруг ему что-то там сбрело в голову получается что вы сразу же оп он вас забирает из состояния вашей внутренней радости он говорит поэтому очень важно научиться быть автономным значит большая удача заниматься меньше тем что не связано со мной и тогда моя радость будет расти без каких-нибудь недостатков и без того что другие смогут ее забрать так он заканчивает здесь поэтому он говорит значит он приводит итог получается что мои занятия когда я думаю про других когда я говорю про других когда я сравниваю себя с другими и когда я когда я значит обдумываю как они относятся и что они говорят про меня и как они ко мне относятся и значит чем больше я завязан на вот этих вот системах отношений с другими людьми тем меньше будет у меня шанса выстроить свое счастье и чем больше я смогу в обратную сторону уменьшить их влияние на меня тем лучше мне вот такое вот у него завершение вот такое у него завершение интересно да сегодня такой вот взгляд то есть поменьше отключиться от других и сделать это своей целью молиться об этом просить всевышнего об этом чтобы не зависеть от мнения окружающих не зависеть от настроения окружающих не зависеть от окружающих а именно быть более погруженным в себя но погруженным в себя выстраивая именно занимаясь выстраиванием себя и своего мира своего физического мира эмоционального мира интеллектуального мира духовного мира и взаимодействия с остальными Это первый навык высокоэффективных людей про активность, выстраивать свое взаимодействие по тем схемам, которые вы для себя приняли, и при этом быть независимым, не быть реактивным, не быть независимым от реакции других. В этой книге, здесь он тоже дает очень коротенький такой лайфхак, как раз связаны они получились друг с другом, это 13 урок, я здесь напишу номер 13, друзья называются «И враги, друзья». В главе про друзья он пишет, что друзья это огромное богатство, дружбу нужно постоянно поддерживать и подогревать, обновлять и оживлять, и если мы вкладываем в своих друзей время, силы, именно в настоящих друзей, кто такой настоящий друг, это тот, кто позитивно на тебя влияет, это настоящий друг. И когда мы вкладываем в таких друзей, которые позитивно на нас влияют, мы получаем за наши усилия удивительный подарок, который превосходит все. Наши друзья возвращают нам любовь и тепло, они поддерживают нас и наполняют наш мир улыбкой. Но именно друзья это те, которые волнуют наш рост, развитие, которые дают нам позитив, то есть тогда ты вкладываешь в него, получаешь обратно, это и есть настоящий друг. Он говорит, а как быть с друзьями, он говорит, у каждого есть люди, которых, как быть с врагами, кто все эти люди, которых мы ненавидим или которых мы боимся, из-за которых мы нервничаем и расстраиваемся. То есть есть вокруг нас люди, которые прямо реально вампиры такие, вредители, да. Он говорит, а теперь составьте список и подумайте, что по факту-то все делает Всевышний, значит получается этих людей тоже послал Всевышних. И если мы посмотрим так на эту ситуацию, что эти люди всего лишь посланники Всевышнего, а Всевышний меня любит, и Всевышний, значит, ставя меня в эту ситуацию взаимодействия с этими людьми, что-то от меня хочет. А что он от меня хочет? Он меня любит, значит все к лучшему, но он сейчас что-то от меня хочет. И в этот момент, если вы так посмотрите, он пишет, если мы вспомним об этом перед тем, как начнем что-то делать, мы можем превратить каждую минуту нашей жизни в увлекательное приключение. А что же делать со списком наших врагов? Как быть со всеми этими людьми? Мы можем постараться их полюбить, ведь они только исполняют волю того, кто их послал. Это уже, конечно, резкое такое заявление, экстремистское. Но понять, что Всевышний хочет нас что-то научить. Может он хочет, чтобы мы с ними перестали общаться. Может быть он хочет, чтобы конкретно показывая неадекватное поведение, которое нам вредит и приносит страдания, он хочет сказать, что стоп, найди, у тебя есть всегда выбор. Общаться, не общаться, разговаривать, не разговаривать. Всегда есть выбор. Или же у тебя всегда есть возможность измениться, если он не меняется. Попробуй измениться, попробуй, хороший совет, полюбить его. Может это на него повлияет, и он перевернется. Может быть он думает, что ты его ненавидишь, но если ты его любишь. Кстати, царь Соломон, он в притчах давал очень тоже классный такой совет. Он говорит, что помоги там врагам своим, дай ему хлеба, воды. Он говорит, если он нормальный, то он тогда ответит тебе добром. А если он ненормальный, то то, что ты ему помогаешь, будет для него как угли на его голову. То есть это для него будет еще большее страдание. И так как раз можно проверить, или он нормальный, а если он уже ненормальный, так он еще больше будет злиться на вас. А тогда лучше, конечно, не отрезать коммуникацию. Все, всем удачи, успехов. Шаббат Шалом, чтобы был Шалом, чтобы в мире наступил наконец-то Шалом, чтобы люди занялись собой, перестали заниматься другими, исправлять других, исправили сами себя и начали делать добро. И тогда в мире будет больше добра, больше счастья, больше радости. И пускай будет мир в душе. Шалом, Шалом внутри, Шалом в отношениях. И Шалом тогда будет в мире. А сейчас будет Шаббат Шалом, чтобы был у нас очень такой спокойный Шаббат. Радостный, спокойный Шаббат. Все, всем удачи, успехов. И спасибо вам за вашу помощь, за вашу поддержку. Ваикра начала в этом месте очень хорошо развиваться. И сразу же, знаете, как идет? Митцва, заповедь вызывает другую заповедь. Сразу появились новые возможности, новые планы. Сейчас с Божьей помощью пойдет развитие. Все, счастливо, удачи, Шаббат Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok